Друзья, всем привет! Сегодня мой заключительный день в городе Шан-Люрфа. Я вам сейчас покажу центральную часть города, современную часть. И мы сегодня отправимся с вами в очень интересное место под названием Гугли-Типе. Очень много интересных историй я вам про него расскажу, и вообще само по себе место уникальное. А вот музей. Музей этого города, и в нем расположены так. Это либо музей мозаики, либо археологический. Здесь несколько музеев есть в этом городе Шан-Люрфа. И если музей археологический, то в нем расположены одни из самых древних статуэток и вообще археологических находок мира. Я сейчас вам напоследок проеду по городу, по центральной современной его части покажу, как здесь выглядит центр города. Как здесь на самом деле современные тоже разные есть магазины и модные люди. Здесь не только вот уклон на вот этот весь восток у них. Некоторые люди, некоторые источники утверждают, что вот в этих двух городах Шан-Люрфа и Газан-Теп есть два музея. И кто-то говорит, что в этих двух музеях самые богатые собраны коллекции мозаик древних, римских и греческих. И то есть это находится где-то не в Европе, а именно вот здесь вот в Турции. Поэтому если любите Мазаки, я думаю, вам обязательно надо посетить эти места. Вот видите пешеходы? Вот они боятся проходить с мешком, две дамы, и они стоят на пешеходном переходе и боятся. Вот здесь у них в Турции, к сожалению, везде так, не только в этих городах, а именно везде вот у них пешеходы как-то не считаются здесь за участников дорожного движения, к сожалению. Если там где-то, допустим, в Европе на пешеходном переходе, человек будет идти, он даже не посмотрит, едет машина или нет. В Америке там вообще тем более. Там люди, водители боятся, но у нас тоже как бы это не принято вот так вот пешеходов не пропускать. Так, тем временем мы подъезжаем к центральной части. Вот здесь справа вы можете увидеть у них большой мол, такой торгово-развлекательный комплекс. Я думаю, там даже кинотеатр у них есть. И все такое. Губек-Литипе. Это как раз куда мы едем. Это место переводится как с турецкого как Пузатый холм. Очень интересное место. Я вам про него обязательно сегодня расскажу. Но пока у нас по плану знакомство с городом Шанри-Улфа. Заключительная часть. Я думаю, скорее всего, я сюда обязательно вернусь, пройтись по музеям здесь. И вообще город очень интересный, очень древний. Город пророков, город религиозный, город Турции. Многие сюда наравне с Меккой приезжают тоже. Здесь вот с правой стороны как раз отель Невали. Обратите на него внимание, пожалуйста. У него тоже там до 500 лир стоимость проживания. Но там очень такие номера просторные. И вообще сам по себе отель классный. Но, к сожалению, я когда зашел туда, они сказали нет мест. Как правило, у автобусов выделенная линия везде в Турции. И они едут, автобусы, спокойно. Ночью у нас опять шел дождь, ливень. Жалко, что у меня машина стояла на парковке. Так бы помылась очень хорошо. И вот здесь любопытно. В Турции, как правило, дожди идут по ночам. То есть днем такая более-менее ясная погода. Ну, по крайней мере, это то, что я встречаю. Днем я спокойно могу путешествовать. Не жарко. Ну, относительно не холодно. И, в общем, мне везет пока с погодой. Здесь вот написано, что фотография и 154 турецких лиры за проезд на красный свет. Это, конечно же, очень мало. Я думаю, где-то в Америке там 150 долларов, наверное, 300 долларов будет за красный свет штраф. Ну, это, конечно же, в первую очередь ваша безопасность, друзья. Поэтому это было сказано так, просто к слову. Вот. Ну, примерно так выглядит современный центр. Я думаю, вот я как раз прямо сейчас где-то прямо в самой-самой такой центральной части этого города. И как раз если вы поселитесь вот в этом отеле Непале, вы именно попадете вот в эту часть. Но вы будете далеко от всех достопримечательностей. Будете дальше от озера вот этих святых рыб. Будете дальше... Ну, в общем, от всего, что здесь сконцентрировано. От базара, от всего вы будете дальше. А вот. Губик Литепе. Мне говорят сюда ехать. Почему-то навигация показывала прямо. Давайте по знаком поедем. По знаком поедем. И вот как раз мы объехали вот этот отель Невали, про который я говорил. Если у вас машина, в принципе, вы можете, да. А если нет, то лучше, наверное, остановиться в том отеле, где я останавливался. Потому что там и музеи все рядом, и все достопримечательности рядом, и базары. Все-все-все-все рядом. Ну, а этот как бы особняком здесь стоит отель. Он ближе к современному центру. Вообще, друзья, провинция вот эта Шанли-Орфа очень богата на древние всякие разные руины. И на древние всякие разные интересные места, которые датируются 12 тысячелетним возрастом. То есть вы просто вдумайтесь, 12 тысяч лет. 12 тысяч лет назад наша эра только существует буквально вот 2 тысячи лет. А это было еще 10 тысяч лет назад. То есть даже непосредственно вот в этом городе Шанли-Орфа находили какие-то там статуэточки или какие-то там изделия древние, которым по 5 тысяч лет. Правила достопримечательности, вот Харан, где мы с вами вчера были, Гугли Типе, куда мы сейчас едем, они отмечают коричневым цветом. И по всей Турции, если вы видите вот такие вывески коричневые, значит, это там какая-то достопримечательность или, в общем, какое-то такое место древнее или еще что-то с этим связано. Если написано Келесе, это значит крепость. Синие это обычные стандартные, то есть название городов, название каких-то поселочков, еще что-то. Если вы встречите зеленые вот такие вот вывески, надписи, то это будет на платную, выезд на платную магистраль здесь. Друзья, 15 минут осталось ехать и как раз вот пастух с баранами. Очень подходящая такая картиночка. И вот вы можете видеть, с двух сторон у нас поля. Чтобы вы немного понимали, я вам расскажу вкратце историю вообще человечества. Первые люди на самом деле появились очень давно, давным-давно, невероятно давно. Около трех миллионов лет появился первый человек вообще на планете. Видите, человек остановился и все. Так вот, три миллиона лет. То есть три миллиона лет это невероятный вообще промежуток времени. Очень давно это было, очень долго. И на протяжении всего этого времени люди, наши предки, они занимались собирательством. Они не пасли вот так барашков, они не пахали поля, они не выращивали ничего. Они, их задача заключалась в том, чтобы найти какого-то животного, убить, там, ну максимум может быть сорвать шкуру, надеть на себя эту шкуру и дальше идти искать там яблоки рвать на деревьях. То есть древние люди, совсем древние, 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 про которых я вам сейчас говорю, они не занимались сельским хозяйством, они не занимались выращиванием, одомашливанием скота. Они не занимались, то есть они были по сути кочевники. Они шли туда, куда шло тепло, куда шли звери, где было что поесть и не проводили много времени на одном месте. То есть, как правило, они постоянно были в движении. Но 12 тысяч лет назад, возможно, это было позже, но если верить историкам и если верить ученым, которые занимаются именно в этой области, археологам, то 12 тысяч лет назад произошел прорыв, важнейший прорыв в истории человечества. Это именно вот наши предки, люди научились заниматься сельским хозяйством. То есть они уже прекратили, они занимались тоже собирательством, они тоже так же упивали животных, где-то находили на природе, но больше они начали приуручать этих животных и уже эти животные, к примеру, они могли, у них могла быть какая-то деревенька, они могли находиться на одном месте долго и то есть рядом с собой они могли, собирали там семена, допустим, какие-то дикие. Потом эти семена хранили и, соответственно, тоже так же у них были животные. То есть это привело к чему? К тому, что когда у них появились запасы, они уже могли начинать заниматься чем-то, допустим, изобретательным, чем-то интересным для себя. То есть они могли что-то строить, что-то рисовать, что-то там выдалбливать, выколачивать. И в соответствии мы в космос полетели благодаря этому, друзья мои. То есть когда мы научились запасаться едой, когда мы научились это держать все к себе поближе и в достаточном количестве, у нас появилось время делать то, что мы хотим. Что-то изобретать, что-то новое придумывать, что-то новое сооружать и так далее. То есть это произошло только благодаря тому, что мы научились именно хранить запасы еды, запасы воды и так далее. Поэтому это место, куда мы сейчас с вами едем, является самым древним доказательством того, что именно 12 тысяч лет назад был прорыв в этом направлении. 3 миллиона, миллионы лет люди, наши предки, занимались вот именно вот таким вот запирательным образом жизни, охотились и так далее. В буквально 12 тысяч лет всего лишь назад мы научились это делать. И, соответственно, благодаря этому мы начали резко-резко быстро развиваться. Есть такое мнение, что в этом плане помогла нам инопланетная какая-то раса или какой-то разум инопланетный. Потому что многие люди считают, что туда, куда мы сейчас едем, невозможно было построить в то время с их навыками. И вообще, то есть нереально было сделать то, что они сделали. И некоторые даже сравнивают, что это типа как ребенку строить небоскреб игрушечными кубиками. Потому что всяких разных здесь с космосом тоже много связей идет от этого места. И вообще очень много интересного. И вот, к примеру, полиция даже здесь. Видите? Здесь все огорожено колючей проволокой. Очень много полиции. Я даже не знаю, я, наверное, нигде не видел такого большого количества полиции, как здесь. Они однозначно здесь все охраняют. Видите, бронированные машины полиции. И повсюду. Во-первых, там на самом въезде был прям большой автобус с полицией. Во-вторых, здесь очень много полиции. Я вам сейчас чуть позже расскажу, с чем это может быть связано. Здесь даже есть шаттл-бас до именно места раскопок. Два километра. Здесь есть сувениры вот такие сразу. Можно купить. Это вот именно то, что я сейчас буду видеть. Билетик стоит 65 турецких лир. Можно еще взять аудиогид. А можно взять за 600 турецких лир на 15 дней по всем достопримечательностям Турции, по всей Турции, на все музеи. Но за 15 дней, я даже не знаю, это надо прям ехать вот, наверное, от музея к музею. Их очень много по всей Турции. И за 15 дней вы можете посетить любое, если купите за 600. 20 тысяч лет до нашей эры. Примерно 20 тысяч лет назад вот так вот люди вот такими вот палочками охотились. Оружие жителей ледникового периода. Как раз про то, про что я вам говорил. То есть у них были копья, у них были вот такие разные палочки для того, чтобы резать семена, собирать. Но они не выращивали, они только ходили и собирали. Вот здесь показана миграция людей, как люди мигрировали. Здесь написано, как это все раскопки, какими кисточками, какими приборами. Это все, как все это проходило, как это все проводили. И именно первые деревни, они как раз таки вот появились, про то, что я вам говорил, 12 тысяч лет назад. А вот это вот, то, что мы с вами как раз таки идем смотреть сейчас. 3 метра, некоторые до 20 тонн весили вот такие вот штучки, они их монтировали. Представьте, 12 тысяч лет назад древние жители, как они собирали и как они уже это хранили. То есть они уже это все перетирали, делали муку и потом хлебушек, это все хранили. Вот такие вот виллы были раньше, деревни у них. И вот как это все началось 12 тысяч лет назад, потом только пирамиды пошли, и вот это все римляне, османская древняя империя, римская древняя империя показывают. Ислам, христианство, это все-все только после этого пошло. И вот дальше вот это все в ускоренном виде, как это все прошло за 12 тысяч лет назад. Началось все здесь, самое древнее, это вот это вот место. Ну вот, это, собственно, куда мы с вами едем. Видите, в центре это храм. В центре расположены две вот такие вот монолитные колонны. Они показывают, как они здесь это все строили. Эти колонны были как будто бы какие-то два божества. Они умели уже рисовать, изображать на камне людей в то время, делали иконки людей. Но именно вот эти две колонны массивные, это именно, то есть, храм. То есть, это был храм, и в этом храме именно стояли вот эти две колонны, как какое-то что-то такое божество. То есть, кто-то говорит, что это вообще были первые храмы вообще на планете, вот именно в этом месте были обнаружены. Древнее этих нету вообще храмов никаких. Несколько было храмов здесь. И эти храмы, на самом деле, они находятся друг под другом. То есть, старые храмы засыпали, когда наши звезды двигались. У нас же планеты двигаются, планеты, Солнечная система, она меняется. И когда, допустим, созвездие какое-то уходит, они были направлены на созвездие Лебедя. Эти две колонны, как врата. И когда наше созвездие уходило чуть-чуть, они эти засыпали землей. И сверху потом строили над этими храмами новые храмы. То есть, чтобы вы понимали, это здесь многослойное вообще, много... Видите, это нулевая точка нашего времени. Сейчас разглядывал эту машину. Это бронированная какая-то машина полицейская. В общем, она очень большая. Там большие колеса у них, лебедка, там все вообще дела. Все полностью подготовлено для бездорожья машина. А капот открывается с кнопочки. Он нажал кнопку, и капот закрылся. Я вообще под впечатлением колоссальным. Каждый день я здесь что-то вижу. Каждый день в Турции меня чем-то удивляет. Вот каждый день я вот прям уже не перестаю удивляться. То танк какой-нибудь вижу, то какую-то машину бронированную, боевую, полицейскую. То еще какие-то здесь... Я даже вообще представить не мог, что в Турции есть вообще такое место на границе с Сирией. Я вам сейчас еще даже больше расскажу. Вот от этого центра, где я покупал билеты, где я сейчас смотрел представление. Нужно буквально 100 метров пройтись до Шаттлбасса. И Шаттлбасс будет уже меня дальше везти именно непосредственно вот к этому месту раскопок. Мы не можем проехать туда на машинах на своих. Я так понимаю, пешком не знаю, можно пройти или нет. В принципе, я могу и пешком пройти. Что мне это стоит? 700 метров всего лишь. В общем, вот этот весь холм называется Гугли Типе. 50 лет примерно назад начались здесь раскопки. В 1963 году они были приостановлены. Это конструкция временная. Археологи посчитали, что около 50 лет понадобится, чтобы полностью здесь все расковырять, разобрать. И то это только по предварительным по счетам. Возможно, они еще что-то найдут под землей. То есть это те люди, которые это все строили. Они это все сами же тут же засыпали. И поэтому неизвестно, может быть, здесь что-то еще под землей есть. То есть сколько нам еще предстоит открытий сделать, даже неизвестно. Но это только верхушка какая-то, только макушечка, кончик айсберга. Обнаружил это место обычный какой-то сельчанин, который пахал, в общем, здесь поле, пахал землю и наткнулся на камень. Вообще, до этого здесь есть такая информация, что местные жители, когда натыкались просто на эти камни, они их куда-то в сторонку бросали, чтобы они им не мешали копать землю, вспахивать. И просто эти камни, которым 12 тысяч лет, просто где-то в куче валялись небрежно. И на них даже внимания никто не обращал. Когда это все обнаружили, когда вели здесь раскопки, одновременно, практически в одно и то же время, в Сирии начались военные действия. И начали бомбить Сирию. Американцы там начали. В общем, вот это исламское государство. То есть, очень много вот таких вот мест аналогичных, памятников архитектуры, просто взорвали, разорвали, разнесли на куски. Поэтому было принято решение, здесь тоже это, возможно, вторая причина, почему были раскопки приостановлены. В общем, это был храм. Они не жили здесь, чтобы вы понимали. Это место использовалось как место сбора для того, чтобы поклоняться. Я так думаю, что религия была связана именно с едой, с животными. Статуи монолитные, некоторые из них весили около 20 тонн. Вот на них изображены животные. Не менее 50-100 человек должно было принимать участие осознанно. Именно вот в строительстве это все организовано должно было быть. Там зазор около 10 сантиметров и невероятно точно это все было, во-первых, вырезано, во-вторых, они использовали рычаги 12 тысяч лет назад. Вы говорите, там какие-то пирамиды, да? Пирамиды были всего лишь 4 тысячи лет назад построены, а это было 12 тысяч лет назад. Мы тут пытаемся понять, что вообще там 100 лет назад происходило. Не всегда вообще понимаем с успехом, а это 12 тысяч лет назад было сделано. Очень много теорий, что это при помощи инопланетных каких-то рас и так далее. Но всего лишь 5% на 5%. То есть если они это все раскопают, здесь вообще что-то невероятное будет. И возможно это вообще откроет многие какие-то гипотезы, вообще в пух и в прах это разобьет. Оно четко направлено, вот эти вот ворота, если вот так на них встать, они четко направлены на созвездие Лебедя. То есть откуда они могли вообще знать о какой-то астрологии в то время и вообще очень много загадок. Мы сейчас находимся где-то на глубине 3 метров примерно. И это вот так вот под землей все лежало, было завалено камнями. Вот здесь прям четко видно изображение животных на этих колоннах. Какие-то кабанчики. Откопали только самые верхние части. И в некоторых местах даже непонятно, как они туда заходили. То есть они не могли же по идее сюда запрыгивать сверху. Вот, допустим, строение Би, а входа нет. Понимаете? И до пола, до нижней, до самой точки, до нулевой, они еще не докопались. Это предстоит еще только сделать. И там под этим, под этим еще много-много всего. Только 5% раскопали из всего. И приостановили это одновременно с боевыми действиями Сирии. Без какой-либо техники, без каких-либо машин это все, все руками, все, все кисточкой потихонечку все раскапывали. Территория раскопок, они здесь все просканировали специальными устройствами. Территория раскопок 300 на 300 метров. То есть вот этот вот купол, которым сейчас покрыто, считается, что в будущем будет намного технология совершенней. И мы сможем это все извлечь, ну, как бы не повредив. Более бережно мы сможем это все обследовать. 5% археологи здесь раскопали и остановили. И еще примечательно, что вот эти вот древние жители, которые создавали этот храм, они слоями. То есть здесь у меня сейчас под ногами, под землей много-много слоев. Они один храм создавали, звезды уходили, поворачивались, они его засыпали. Причем они столько же усилий тратили, чтобы притащить сюда землю, камни, чтобы это все засыпать, сколько на строительство. Здесь тоже вот велись раскопки, тоже все это накрыли, там камеры. И вот обратите внимание, какие массивные конструкции это все защищают. Помимо того, что здесь полицейские, и помимо того, что здесь везде КПП стоят, плюс ко всему это еще защищается от внешней среды, от воздействия. Сохранилась она благодаря тому, что находилась под землей долгое время. А еще любопытно, что во время раскопок, уже вот в 2014 или еще каком-то году, здесь была похищена одна статуя, и поэтому это все закрыли. Вот так вот все забаррикадировали. Конструкция временная, ее специально делали все на болтах, все металлическое, чтобы можно было разобрать. Бетон здесь вообще не заливали, поэтому фундамента у нее нету, но вместе с тем она очень прочная. Именно с помощью вот этих вот храмов была сплоченность, и то есть они сюда приходили, разные общины, они поднимались на эту гору, здесь проводили всякие разные ритуалы, и то есть с помощью этого они сплочались, потом, когда они уже сплотились, они научились это все заготавливать, и после этого уже пошли величайшие изобретения человечества. Если раньше люди выживали, тратили колоссальное количество энергии на то, чтобы найти там какого-то зверюшку убить, пристрелить, где-то там зернышки найти, то со временем они научились это заготавливать, и они могли направлять свою силу, свою энергию, свои ресурсы на то, чтобы изобретать что-то новое, интересное. Если вам известно больше об этом месте, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Здесь кто-то, в общем, из местных жителей, вспахивали они землю, и либо здесь косты их пасли, и обнаружили камни, и, в общем, с этого пошло все. Вот это вот углубление, это все они разрыли, раскопали уже. И вон там еще тоже есть в самом начале, когда мы заходили, там тоже есть часть храма, часть строения, ну, нижняя его часть. Многие раскопки, которые здесь нашли, которые здесь обнаружили, отправили в музей. Археологи под строгим присмотром это все правительство делали, и на самом деле неизвестно, что они здесь вообще нашли, и как это все выглядело, что они нашли. Может быть, здесь еще что-то нашли, а мы не знаем. Для меня загадка, как можно было вот эти вот массивные монолиты, 20-тонные, воткнуть в отверстия. Ну, понятно, что там с помощью каких-то рычагов много людей, но, друзья, 20 тонн – это не шуточки. И они были расположены именно вот по направлению созвездия определенного, то есть с высокой точностью 12 тысяч лет назад. Они тогда вообще понятия не имели, что такое математика, геометрия, астрология, астрономия. В то время люди уже контактировали между собой, то есть у них уже был какой-то язык общения, у них уже было четко сформировано понимание. Они, ну, не просто как обезьянки там бегали друг за другом, они понимали, что им нужно взять там вот какой-то монолит, камень этот большой, из него выкисать эту статую, стелу или как это назвать, пилон этот, потом собрать всех людей, там, 50-100 человек понадобится как минимум, чтобы это все как-то поставить, выставить, выстроить. И в то же самое время были творческие люди, которые занимались вот этими вот рисунки, которые выбивали на скальные, вот эти вот делали. То есть это, я так понимаю, мастер должен был сам сделать себе инструмент, которым он будет это делать, сам это должен был сделать. И это все длилось годами. То есть ученые посчитали, что там несколько лет понадобилось, чтобы это все сделать, то есть они там стояли. И, естественно, у них была провизия, у них было питание, они могли долгое время этим заниматься. Только через 8 тысяч лет после этого построили пирамиды. 8 тысяч лет прошло, и вот мы говорим пирамиды, как их там построили, как это круто. Через 8 тысяч лет только после этого построили пирамиды, понимаете? Покидаю вот эти окрестности, но я буду все еще двигаться по провинции Шанри-Улфа. Очень много всяких разных музеев, достопримечательностей, раскопок. Прям вот в каждый город можно приехать, и этот город вокруг города там ездить в радиусе 50 километров, его обследовать там, наверное, неделю каждый город можно. Столько всего, вообще настолько Турция богатая страна на достопримечательности. Занимаются они здесь активно сельским хозяйством, что-то вот выращивают, что-то продают. Трасса редко бывает пустая. Вообще с дорогами в Турции никаких вопросов нет. Единственное, я позавчера или, в общем, пару дней назад попал в такое место. Ну, я как бы сам туда полез, там по деревням, по селам поехал, по местным кишлакам. И, в общем, между полями просто дорога такая вела, грунтовая, никакая. И иногда она даже была вообще без покрытия. И было такое. А в основном все дороги вот такие в Турции. Если поедете по платной магистрали, то там вообще одно удовольствие ехать. Так, мне надо остановиться на заправке налить чай себе. Здесь на заправках можно чай бесплатно. Чай, кофе попросите, вам нальют бесплатно. Ну, естественно, я какие-то копеечки им оставляю, но сам факт, что это стоит бесплатно. У них очень много солнечных панелей для того, чтобы получать энергию солнца. Посмотрите, целые поля прям, очень много. Все вот усеяно прям. Интересно. Я продолжаю движение на северо-восток. Камни, степи. Вообще здесь даже трава не растет. В некоторых местах растет чуть-чуть, но уже меньше и меньше. И зелени меньше, и вообще всего такого меньше. Все утопичнее и утопичнее. Сюжеты здесь. Сюжет.